На судостроительной 31 дети играют на высоте, прямо на бетонной кровли недостроя. Бегают вокруг колонн с арматурой и кидаются снежками. Видео сняли местные жители. Они возмущены тем, что у школьников есть доступ к опасному объекту. Часть жителей предположили, что это родители не досмотрели за детьми. Судя по риэлторским сайтам, стройка может принадлежать компании КБС. Живодёру из тихих зорь вынесли приговор. В сентябре мужчина избил в лифте щенка, а через пару недель попался с наркотиками. Наказания за оба нарушения суммировали. В итоге за жестокое обращение с животными и избыт наркотиков жителю микрорайона дали 9 лет и 2 месяца лишения свободы. С собакой всё хорошо, у неё новый дом. 17-летнюю красноярку нашли мёртвой в Абакане. Предварительно она ушла из дома в покрове, и сама уехала в чужой город. Родители обратились в полицию и к волонтёрам. Сегодня тело подростка нашли под окнами абаканской 16-этажки. Делом занимаются следователи. Браконьер перепутал друга с косулей и застрелил его. Несчастный случай произошёл в партизанском районе. Трое приятелей поехали на незаконную охоту. Один из мужчин подумал, что за ветками косуля, но в кустах был его товарищ. Раненый охотник скончался по пути в больницу от потери крови. Заведено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Красноярский мебельщик из-за несчастной любви пропил 112 тысяч, которые ему передали сотрудники детского дома. Мастер должен был сделать детям и мебель, но пропал вместе с авансом. Мужчину нашли полицейские. Оказалось, он всё потратил на алкоголь, пытаясь справиться с личной драмой. Минимальное наказание для страдальца – штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до 5 лет. В центре после реставрации открылось историческое здание начала 19 века. Дом Дмитриева на Ленина 167 построен в стиле модерн. Там расположен центр народного творчества. Два года назад в здании произошёл пожар из-за неисправной проводки. Часть архитектурных элементов восстановили, некоторые воссоздали заново.